МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Целый день писала сценарий, и глаза от компьютера очень устали. Испортить зрение просто, а вот как предотвратить его потерю? Давайте разбираться вместе". Статистика беспощадна. Каждые 5 секунд в мире слепнет один человек. При этом 3 четверти таких случаев можно было бы предотвратить на начальных стадиях. Поэтому важно не закрывать глаза на проблемы и при малейших нарушениях зрения отправляться к врачу. А после 40 лет диагностику нужно проходить каждый год. Юлия, у вас миопия слабой степени. В принципе, в настоящий момент можно воздержаться от очков, но надо обязательно вам делать гимнастику для глаз, для того чтобы снять напряжение спазм аккомодации и таким образом зрение возможно улучшить. Для профилактики миопии, то есть близорукости, врач посоветовала мне упражнение с меткой на стекле. Наклеиваете меточку на стекло и смотрите каждым глазом в отдельности. Сначала на метку, потом на дальний объект переводите взгляд. Это упражнение делается 3 раза в день в течение 2-3 месяцев. Да. Если вы носите очки, то упражнение с меткой нужно делать в них. А те, кто не в силах оторваться от монитора и подойти к окну, оценят компьютерную версию этой гимнастики. В центре экрана большая картиночка. Мы посмотрели, расслабились. В нижней части экрана маленькая картиночка. Глаз смотрит, напрягается. Происходит расслабление, напряжение. Для такого эффекта ещё необходимо перед монитором установить призму Френеля, которая увеличивает изображение в центре экрана. Призма прилагается к программе. Стоит такой аппарат для тренировки зрения около 6 тысяч рублей. Ну а после сидения за компьютером снять утомление можно с помощью контрастных ванночек. Есть такие глазные ванночки, это можно в аптеке купить. Сначала налить тёпленькую водичку. Можно с раствором ромашечки. Попробовать опустить глазик в эту ванночку и немножечко поморгать. Потом такие же прохладные ванночки чередовать. Тёплые, холодные, тёплые, холодные. Вернёмся к гимнастике для глаз. Её вариантов существует великое множество. Есть так называемые тренировки пальминг. Можно ладошки потереть, разогреть их. Они станут у нас тёпленькими. Человек в это время расслабляется. Можно приложить ладошки к глазам и посидеть несколько минут. При этом происходит такое приятное ощущение в глазах, чувство теплоты. И происходит некоторое расслабление. Тоже внутри глазной мышцы и чуть-чуть отдыхают глазки. Можно делать простую зарядку для глаз. Она включает движения зрачками вверх-вниз, вправо-влево, по кругу и в форме восьмёрки. Такая гимнастика тренирует глазные мышцы и помогает снять усталость. А у кого даже на такие простые действия нет времени или просто для ленивых, есть специальные приборы. Вы просто двигаете глазами вверх-вниз. За минуту вы сделаете 30 движений. В этих очках внутри темнота и лишь яркие огоньки загораются. Всё время в разных углах. А в основе этих очков гимнастика Бейтса. Предназначена в первую очередь для внутреннего массажа с помощью зрачкового тренинга. То есть на свету зрачок сжимается, в темноте расширяется. За счёт этого происходит прокачивание крови во внутренней системе глаза. Закрой глаза и смотри. Единственное правило эксплуатации этих очков. Сквозь закрытые веки видишь калейдоскоп ярких красок, чередование света и темноты. Зрачок реагирует, глаза расслабляются. Производители обещают, уже через неделю ежедневных просмотров такого светового шоу зрение улучшится на полдиоптрии. А это пневмовакуумный массажёр для глаз. Похожи на очки для плавания. Ну, они внешне похожи на очки для плавания, но здесь вот основной принцип заключается в том, что здесь происходит массаж глазного яблока. Расслабление мышц глазодвигательных. А чем они отличаются от этих? Это активный массаж. Здесь больше пассивный массаж. Разработчики утверждают, что такой вакуумный массаж намного эффективнее обычного. Ой! Сложно в это не поверить. Мои мышцы вокруг глаз устали уже через пару минут общения с этим массажёром. А это, пожалуй, самый известный тренажёр для глаз. Очки в дырочку появились более 10 лет назад, и многие покупают их с надеждой улучшить зрение. Но такие очки используются только для профилактики заболеваний и по рекомендации врача. При некоторых проблемах со зрением, например, при прогрессирующей близорукости, перфорационные очки могут только навредить. Применяются не для лечения заболеваний, а для профилактики зрительных утомлений у людей, которые длительное время проводят за компьютером для снятия напряжения. Конечно, век технологии интернета, когда мы целый день не можем оторваться от монитора, как на работе, так и дома, глаза очень страдают от такой зависимости. Чтобы уменьшить напряжение, можно приобрести антибликовые очки для компьютера. Они продаются в любом магазине оптики и стоят в пределах тысячи рублей. А для водителей, глаза которых часто напрягаются из-за плохой видимости осадков, яркого солнца или ослепляющего света фар, тоже есть специальные очки. Желтые стекла для вождения в сумерках, коричневые для поезда к днём. Говорят, что все болезни от головы и проблемы со зрением в том числе. В этом суть методики психологической коррекции зрения. Вот смотрите, человек смотрит на опушку леса. Он может видеть опушку леса. Дальше он может отдельное дерево видеть. Он может видеть отдельную ветку дерева. И может видеть отдельный листочек. Кто смотрит, смотрят глаза. А кто видит, видит разум. Если разум чего-то не хочет видеть, он что делает? Он закрывается. Но каким образом? Он меняет форму глаз, органику глаз и ткани глаза. И человек перестаёт видеть. То есть, чтобы вернуть зрение, нужно найти в своём прошлом причину его ухудшения. По словам Николая, ею могли быть конфликты с родителями или с учителями. После того, как причина найдена, психолог помогает пациенту изменить отношение к ней путём аутотренинга и гипноза. И тогда зрение начнёт улучшаться. Для этого, по словам Николая, необходимо несколько сеансов. Перейдём к более прозаическим способам улучшить зрение. Прежде всего, это здоровое питание. Для глаз полезны витамины А, С и Е. Определить, где какие, можно по цвету продуктов. Оранжевые овощи богаты витамином А. Зелёные содержат антиоксиданты. А в семечках, орехах и растительных маслах находится витамин Е. Готовим коктейль «Суперфуд». Кладём в блендер 5 ложек овсянки. Это кладезь витаминов А и Е. Добавляем 200 мл кокосового молока. Источника витамина С и кислоты омега-3, 6, 9. Я не рекомендую употреблять коровье молоко, потому что в взрослом организме коровье молоко уже не усваивается. У нас недостаточно ферментов, чтобы это молоко усвоилось. Многие слышали, что черника очень полезна для глаз. Но миф это или реальность? Эту ягоду можно назвать российским суперфудом из-за очень высокого содержания антиоксидантов. Они борются со свободными радикалами, которые могут разрушительно влиять на сетчатку. В коктейль добавим 200 граммов чудо-ягоды. Кстати, для профилактики проблем со зрением офтальмологи рекомендуют съедать ежедневно 3 столовые ложки черники. А в наш коктейль для сладости кладем еще и мед. Взбиваем. В готовый напиток добавляем еще один суперфуд. На этот раз южноафриканский. Семена чиа. Они содержат все виды витаминов и в 6 раз больше кислоты омега-3, чем в рыбе. Чия имеет свойство очень впитывать влагу. И, постояв вот в таком вот виде где-то минут 30, то это будет не коктейль, а это будет пудинг. К древней мудрости о том, что мы – это то, что мы едим, можно добавить и более современное, и то, как мы работаем. Офисные служащие проводят в кресле большую часть дня, отчего все проблемы со здоровьем и со зрением в том числе. Монитор должен быть на уровне глаз, чтобы не приходилось нагибать голову и напрягать шею. Яркость на экране делаем поменьше, а шрифт покрупнее. Так глаза будут меньше уставать. За тысячи лет эволюции наш глаз привык видеть в отраженном свете. Что это значит? Это значит, что падает на человечка свет. Мы его видим. В темноте мы его не увидим. Монитор мы видим и в темноте, и где угодно, потому что он светится сам и излучает свет прямо на угла. Мы к этому не привыкли, поэтому глаз быстрее устает. Кроме специальных компьютерных очков, есть и другая защита от воздействия монитора. Нужно просто иногда от него отрываться, а точнее раз в 20 минут. Чтобы расслабить глаза, посмотрите вдаль или поморгайте. Это одно из главных правил гигиены зрения. 90% информации о мире мы получаем благодаря зрению. Для того, чтобы сохранить способность видеть мир в ярких красках надолго, нужно заботиться о профилактике. Делать зарядку для глаз, перерывы в работе за компьютером, следить за питанием и, конечно, регулярно ходить к окулисту, чтобы получить индивидуальные рекомендации. А если у вас остались вопросы, пишите на нашу электронную почту. Будем искать ответы вместе.